Поехали, дорогие друзья. Праздник Песах продолжается и мы учим следующий урок, следующую беседу Львовичской Рыбе, которая называется «Три стадии как раз к празднику Песах». В своем комментарии на Торо Рамбан пишет, что Песах в чем-то подобен Суккоту. В Суккот мы отмечаем первый день праздника, затем идет Холямаед и, наконец, восьмой день Ацерет. Остановка, праздник Шмини Ацерет. В Песах тоже есть первый день праздника, за которым следует нечто подобное длинному Холямаеду, который продолжается не семь дней, а семь недель, после чего наступает Ацерет, праздник Шивот, дарование Торы. То есть, время от праздника Песах до праздника Шивот является как бы одним длинным праздником, в соответствии с тем, чтобы цель, что цель выхода из Египта, получения Торы, при выходе народа из Египта, будут служить Богу на горе Этого. То есть, Песах, потом семь недель до Шивота, и цель всего праздничного этого времени – дарование Торы, получение Торы. Казалось бы, исходя из вышесказанного, заповеди праздников Песах и Шивота должны походить друг на друга по смыслу, однако мы видим, что они не только не похожи, но, наоборот, абсолютно противоположны. В Песах Тора говорит нам, семь дней ешьте мацу, квасное же абсолютно запрещено, да не будет видно у тебя квасного и закваски во всех владениях твоих, то есть полный переход от квасного к маце. А в Шивот мы видим противоположную картину. В храме весь год приносится жертвоприношение мацы в соответствии с указанием Торы. Как в нашей главе сказано, никакой закваски, никакого меда не воскуряйте в качестве всесожжения Всевышнему. Но в Шивот Тору велик нам принести два хлеба, и необходимо, чтобы они были сделаны именно из квасного, квасное пеките, то есть переход от мацы к квасному. Объяснить это можно следующим образом. Египетское изгнание называется в Торе плавильной печью. Если человек хочет создать какой-то инструмент из металла, он берет металлическую болванку, расплавляет ее при высокой температуре, и только таким образом можно сделать из нее инструмент или сосуд. Так же произошло с еврейским народом. Чтобы сделать из него избранный народ Всевышнего, народ, который будет являться сосудом для Торы, сначала нужно было выплывить из него все примеси, все внешнее грубое, что не позволяло евреям принять на себя царство Всевышнего. После завершения плавки начинают изготовлять сосуд. Процесс изготовления делится на три стадии. Первая – Песах, выход из Египта. Вторая – счет Омера. И третья – получение Торы. Итак, на первой стадии присутствует заповедь «Есть мацу» и «Уничтожить квасное». А в конце процесса приходит заповедь о двух хлебах, связанных именно с квасным. Однако у обеих заповедей есть общий знаменатель. Обе они связаны со злаками. Говорят мудрецы, младенец не может говорить, пока не попробует вкус злаков. То есть, лишь после того, как ребенок попробует вкус злаков, а хлеб попробует, в него входит дат, осознание, и он понимает, что у него есть отец. Также, когда еврейский народ начинает знакомиться со своим небесным отцом, появляются эти заповеди, связанные со злаками. Маца и два хлеба. Познавание отца. Разница между маццой и квасным заключается в том, что маца в сущности является необработанным материалом. Ее тесто не поднимается, и в нее не добавляют соль. Квасное же напоминает более... Квасное же намного более развитое. Оно поднимается, и благодаря этому приобретает вкус. Его прибавляют, приправляют солью и прочее. Все это указывает на то, что маца – это первичное постижение отца Всевышнего, а квасное – познание, основанное на разуме. Так и евреи. В момент выхода из Египта были в состоянии, в кавычках, «а ты нагая и неприкрытая». И у них до сих пор не было постижения божественного. Но Всевышний, по великой любви своей к народу Израиля, велика любовь, разрушающая рамки, обошел, пасав все препятствия, и, несмотря на то, что евреи сами по себе не были достойны избавления, раскрылся им и вывел их из Египта. Поэтому маца называется хлебом бедности. Ведь сказано, бедный – лишь тот, у кого нет до ад. Понимаете? Но, с другой стороны, именно в этом состоянии есть другое достоинство – вера. Поэтому маца в книге Зоа, на кавлистической книге, называется пищей веры. Кстати говоря, когда мы едим мацу, то у нас есть два благословения. Когда мы едим мацу, мы укрепляем веру в Бога и укрепляем физическое здоровье. После этого наступает следующий этап – счет омера. И посчитайте себе. Слово «посчитайте» на иврите связано, по сути, с понятием «бейрут» – ясность, прояснение, просветление. Мы очищаем и освещаем себя. Тогда выходим из сорока девяти врат духовной нечистоты и входим в сорок девять ворот святости. И тогда приходим к последней стадии – получению Тора. Это и есть полнота познания. Ты дал нам познать, что Ты – Бог, и нет никого, кроме Тебя. Поэтому заповедь связана именно с «кво сны», которая символизирует полное познание и постижение еврейским народом Творца. Здесь может возникнуть вопрос. Почему праздник в Пейсах придается такое большое значение? Ведь он символизирует лишь начало работы. Ответ заложен в самом вопросе. Именно здесь выражается любовь Всевышнего к еврейскому народу во всей своей силе. Он избрал нас быть своим народом, не глядя на наше плачевное духовное положение. Другими словами, в Пейсах мы празднуем то, что Всевышний выбрал еврейский народ, а в Шулот – что еврейский народ выбрал Всевышнего. На этом заканчивается «Психа», которым мы учим вот этой прекрасной книге. Большое всем спасибо. Гуд Мойт. Хорошего праздника. Хорошего Пейсаха. Праздника. И всех благословений. Кошерного еды. Аминь.